Финки в Санкт-Петербурге, как живет Самарити, Анни Линди в России, Анна, Финляндия, Сари Ханни Кайнин, Анна, Финляндия. 6 апреля 2019 года. 3,5 часа. Столько длится путь на поезде из Хельсинки в город Васуэль и Вискиуля. Или в другую реальность, Санкт-Петербург. Город с 5 миллионами жителей находится очень близко, и в нем многое кажется знакомым. И все же он другой. Одновременно роскошный и бедный, очаровательный и пугающий, притягательный и отталкивающий. Каково жить в этом городе, если ты, Финн? Финки Марита Каскинин, Марита Каскинин, Анна Хайкара, Анна Айкара, и Линда Мельниар. Линда Мельниар, видели в Санкт-Петербурге не только блистательные дворцы, сияющие церковные куполы и помпезные проспекты, но и простые будни. Нет в России может быть началом разговора первый ответ, который можно получить в России практически на любой вопрос, нет. Прошло некоторое время, прежде чем я поняла, что здесь нет, начало беседы. С этого начинают обсуждения. Минус говорит 55-летняя Марита Каскинин в офисе, расположенном в промышленной зоне Васильевского острова. Она проработала в Санкт-Петербурге в сфере бизнеса и предпринимательства больше 30 лет. Последние 10 лет работает заместителем директора-распорядителя сети магазинов «Призма» в России. На стенах кабинета Мариты, фотобои с зимним пейзажем, из окна открывается вид на полки магазина, находящегося внизу. Рисунок 4-летней внучки Айна, Айна, лежит на стопке бумаг в ожидании рамки. Кроме зарплаты на счет Мариты каждый месяц поступает пенсия размером 200 евро. Что это за пенсия? Это российская пенсия, говорит Марита и смеется. Пенсионный возраст в России долгое время составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В этом году начнется введение реформы, в результате которой пенсионный возраст постепенно поднимется на 5 лет. Марита перешла эту возрастную границу еще до реформы. Она собирается работать так долго, сколько позволит здоровье, поскольку пенсия не запрещает работать. Пенсия для нее – маленький бонус, как и равное налогообложение. Марита платит подоходный налог 13%, как и другие. Рабочие дни часто длятся по 10-12 часов. Марита живет со своим русским мужем Андреем на улице Марата рядом с Невским проспектом в многоэтажном доме, построенном в конце 19 века. Мы приезжаем домой с Васильевского острова на такси, потому что на своей машине по пробкам в центре города никто поехать не рискнет. Поездка от конторы до дома обходится в 4 евро. В квартиру ведут две двери. Внешняя дверь из металла и внутренняя из дерева. В общей сложности на дверях стоит три замка. Открыв замки, Марита выключает сигнализацию. Если сигнализация сработает, в квартиру через минуту приедут полицейские с автоматами. Однажды мы случайно проверили, как работает сигнализация, забыли ее выключить. Когда пришли, рассказывает Марита. Реальных поводов не было. Марита считает, что по уровню безопасности Санкт-Петербург не отличается от любого другого крупного города. Свой дом надо охранять. В квартире площадью 100 квадратных метров, спальня, два зала и кухня. Водопроводную воду без обработки пить нельзя, но под мойкой в кухонном столе установлен фильтр, очищающий воду. Адвокат Андрей обставил дом красивой старой мебелью, потому что он увлекается антиквариатом. Такие предметы мебели продавались по низкой цене в начале 1990-х годов, когда начался процесс приватизации. На командах стоят фотографии семьи, в зале коллекционируемые Маритой фигурки животных, сделанные на императорском фарфоровом заводе. Рабочие дни в России длятся долго – 10-12 часов, хотя официальное рабочее время составляет 9 часов. В свободное время Марита раз в неделю ходит на массаж и два раза в неделю – в спортзал. Остальное время она проводит дома за просмотром сериалов и фильмов на сайте Netflix, Netflix, и с семьей на даче в Сестрорецке. Соседи всегда готовы помочь. Когда в 1986 году Марита и Андрей поженились, Россия была Советским Союзом, социалистическим государством, управляемым коммунистической партией. Марита, которая училась на переводчика английского и русского языков, приехала в Санкт-Петербург как представитель финской туристической фирмы. Первый общий дом тоже был на улице Марата. У семьи было две комнаты в коммуналке и часть общей кухни. В квартире проживала еще одна семья и пожилая женщина. Жить в коммунальной квартире было очень тяжело. Вода в душе нагревалась от дровяной печки. Все стирали вручную, даже простыни. Марита привезла в коммунальную квартиру первую стиральную машинку. Она же не будет работать без горячей воды. Ох ли жители коммунальной квартиры. Я ответила, что, если включить вилку в розетку, стиральная машинка сама нагреет воду. За продуктами питания и разными товарами надо было отстоять очередь в 4 или 5 разных магазинов. Когда Марита гуляла со своим первенцем, за ними следили нанятые КГБ бабушки, что заставило ее остаться в России. Брак. Мой муж не согласился переехать в Финляндию, потому что он не смог бы получить там работу по специальности. Русские – очень дружелюбный и гостеприимный народ. Соседи всегда готовы помочь. 41% российских руководителей – женщины. В Финляндии этот показатель составляет 26%. Это данные международного исследования, опубликованного в 2018 году объединением аудиторских фирм Гранд Торнтон. Гранд Торнтон. В российских парах равноправия меньше, и за домашнее дело обычно отвечает женщина. Женщина может активно заниматься карьерой, но после рабочего дня ей все равно нужно убраться дома. Сама я не соглашаюсь работать еще и дома. Я занимаюсь делами по дому в выходные дни и говорю мужу, что если этого недостаточно, то он может заняться домом сам или заказать помощь за деньги. Сейчас за уборку дома отвечает из пары тот, у кого больше времени. Обычно это муж, потому что он уже вышел на пенсию. Здесь я могу быть мягкой, изящной и женственной. Когда мужчина принимает решение, мне не нужно за них беспокоиться. Это создает чувство безопасности и свободы, говорит 25-летняя Анна Хайкара в своем любимом кафе «Счастье», из окна которого виднеется Исаакиевский собор с золотыми куполами. Она учится в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете уже пять лет. Анна, родившаяся в Санкт-Петербурге, переехала с родителями в финский город Лахти в возрасте четырех месяцев. Дочь Ингерман Ланса и украинки, Анна считает себя финкой. До начала учебы она приезжала в Санкт-Петербург как туристка. Вначале традиционные гендерные роли были для меня шоком, но со временем я начала получать от этого удовольствие. В Санкт-Петербурге мужчина оплачивает счет в ресторане и провожает девушку до дома. В Финляндии нужно быть сильной и независимой, а здесь можно быть мягкой, изящной и женственной, рассказывает Анна за салатом. Она встречалась с русским мужчиной, но сейчас живет одна. Есть два вопроса, которые она хочет контролировать. Своя карьера и своя сумочка. В России часто можно увидеть, как молодой человек несет сумочку своей девушки. По мнению Анны, так мужчина демонстрирует свою силу и хочет создать чувство безопасности. Сумочка – это моя собственность, а работа врачом – моя страсть. От этого я никогда не захочу отказаться. В начале лета Анна получит образование терапевта и после этого начнет искать работу в Финляндии. Длинные рабочие дни в России уровень зарплат не привлекают ее, и она не хочет оставаться в Санкт-Петербурге. В России средняя зарплата составляет 500-600 евро в месяц. Метод преподавания – кнут и пряник, только без пряника глаза щиплет. Мраморная колоннада и лестница кафедры анатомии ведут в аудиторию. На столе лежат трупы внутренние органы, обработанные пахучим формалином. В центре города, в корпусе университета рядом со станцией метро Петроградская, недавно закончилась лекция. Анна уже привыкла к запаху. В начале учебы она подробно изучала трупы, кровеносные сосуды, нервы, мышцы, внутренние органы. В конце курса преподаватель брал какую-нибудь часть трупа длинным пинцетом и спрашивал, это что? Устные зачеты проходят практически каждый день. Студент либо отвечает идеально, либо остается на вечернее занятие или на пересдачу после пяти. Учеба в России требует много сил. Метод преподавания – кнут и пряник, только без пряника. Даже из маленькой ошибки делают целое представление. Преподаватель сказал, что купит мне билет на поезд обратно в Финляндию, когда я неправильно произнесла окончание одного слова в длинном ответе. Анна захотела учиться в Санкт-Петербурге, потому что ее родители тоже в свое время учились здесь на врачей. Лекции обычно читают с понедельника по субботу. Анна учится на русском языке, но образование предлагается и на английском. Историю России и другие общеобразовательные предметы учат первые три курса. Физкультура обязательно – по три часа два раза в неделю. Анна получает финское пособие на обучение и проживание, на которое она спокойно живет в Санкт-Петербурге. В кино можно сходить за 2 евро, на балет – за 5. Аренда двухкомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра обходится в 400 евро за месяц. Она находится в 16 километрах от центра города, рядом со станцией метро Проспект Просвещение. Сообщение об угрозе взрыва «Финок» не пугает и вонводит таксик-огонщик «Формулы-1». На светофоре едва успевает загореться зеленый, как автомобиль уже вырывается вперед. Машина справа черкает по боку такси, на котором и так есть вмятина на полтора метра. До аварии оставалось всего пары сантиметров. К счастью, второй водитель увернулся. Иван так и продолжил ехать дальше. Мы едем вместе с Анной из центра к ней домой. Обычно Анна добирается за полчаса на метро, но в последние три дня народа в метро больше, чем обычно. В городе проводилась эвакуация на станциях метро и в магазинах из-за угроз взрыва. В апреле 2017 года во взрыве в петербургском метро погибло много людей. С тех пор сообщения об угрозах взрывов звучат регулярно, но они уже не пугают Анну и других финнов. Угрозы были ложными, и финны больше не хотят оказываться во власти страха. Однако после таких сообщений передвижение по городу сильно усложняется. Дорога на такси до дома Анны в час пик длится полтора часа и обходится в 9 евро. Такси стоит дешево, и Анна иногда заказывает машину, особенно когда возвращается домой поздно. В Санкт-Петербурге все пользуется приложениями по вызову такси, поскольку в них заранее устанавливается стоимость поездки. Если водитель кажется подозрительным, Анна не садится в машину. Иногда в машине все равно опасно, как сегодня. В квартире Анны есть деревянная внутренняя дверь, обычная внешняя дверь и 4 замка. Светлая двухкомнатная квартира обставлена мебелью в скандинавском стиле, есть гостыная, спальня и маленькая кухня. Посещение такого кафе, как счастье, хобби для Анны и роскошь будничных дней. Поскольку мой дом находится в некрасивом районе, я хочу насладиться красотой здесь. Здесь у меня больше социальной жизни, чем в Хельсинки. 33-летняя домохозяйка Линда Миллер живет в Санкт-Петербурге в районе с рекламными видами. Она переехала в город вместе с семьей полтора года назад. Муж Линды Себастьян Ганстрем. Себастьян Ганстрем, дипломат Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, приехал в Санкт-Петербург в командировку на три года. Ему предоставили квартиру от работы. Из окна гостиной открывается вид на Спасо Преображенский собор. Во время прогулки до детского сада, в который ходит двухлетний Альбин, Альбин, мы проходим мойку и фонтанку, а также собор Спаса на Крови. В мае у Альбина появится младшая сестра. У меня будет сестра, объясняет Альбин по-русски бабушке в Михайловском парке, которая гуляет там с внуком. Альбин ходит в финский детский сад три раза в неделю. Кроме этого, домой несколько раз в неделю приходит русская няня, с которой мальчик учит русский. Линда работает в международном клубе женщин, интернационалу Оминсчлуб. Она – председатель клуба. Кроме того, отвечает за связи с общественностью в Генеральном консульстве Швеции в Санкт-Петербурге и учит русский. До декретного отпуска она работала в Финляндии, в том числе, координатором проектов. Когда мы переехали в Санкт-Петербург, я никого здесь не знала. У меня было много свободного времени. Сейчас у меня больше социальной жизни, чем в Хельсинки, рассказывает Линда, которая получила образование политолога в Финском университете Турку. В клубе 130 членов из 35 разных стран. Клуб организовывает благотворительные акции для сбора денег, к примеру, для детских домов. Для членов клуба организованы еженедельные занятия русским и английским, а также проводятся занятия спортом под руководством тренера. Будучи председателем клуба, Линда раз в месяц проводит собрание. Тема следующего собрания будет равноправие. В России от домашнего насилия ежемесячно погибает около 600 женщин. За последние два года положение женщин в России ухудшилось. На основе статистических данных полиции новостной службы BBC, BBC, пришла к выводу, что от семейного насилия в России каждый месяц погибает около 600 женщин. Несмотря на это, два года назад домашнее насилие убрали из уголовного права. Здесь у слова «феминист» нет положительного оттенка. Однако я, феминистка, и хочу сказать об этом вслух, говорит Линда. 8 марта – Международный женский день. В России отмечается масштабно. В этот день работодатели всегда дарят женщинам цветы. Одна женщина из нашего клуба спросила, как этот праздник отмечают в Финляндии. Я рассказала, что у нас в такой день обычно говорят о достижении равноправия, о проблемах, с которыми женщины сталкиваются до сих пор. Женщина сильно удивилась, зачем говорить о проблемах, если можно получить цветы и отметить приятный праздник. Я все же надеюсь, что и здесь будут говорить о равноправии больше, чем сейчас. Будучи матерью, она постоянно чувствует хорошие отношения со стороны окружающих. К детям относятся очень дружелюбно. Даже таксисты мочо берут Альбина на руки, начинают болтать с ним о его любимых машинах. Активный ребенок не вызывает раздражения. С ним любит побеседовать. А когда я иду с детской коляской, петербуржцы не спрашивают, нужна ли мне помощь, а просто помогают. От этого мне становится очень приятно и комфортно. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.